ну что мои дорогие всем привет как вы уже поняли я уже на даче давно вообще не был наверное недели 3 на даче и сегодня решили приехать и посмотреть что да как все уже посмотрите как зелено да вот с последнего моего дачного влога вообще просто одна зелень все прям зеленая 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 так так ну что ежевика нет она цветет цветет но ничего с ней не происходит она цвела ягод на ней нет и кажется что не будет вообще ну посмотрим что будет следующем году тыква вот здесь внизу тыква ну тут да плетется тянется нашли маленькую тыковку надеюсь что будет тоже вот не знаю видимо все очень начинает плохо расти потому что жара у нас которая была в июне или когда-то мы уже не помню она закончилась и сейчас такие холода ребята стоят что просто ну капец у нас как-то тут на днях было что погода вечером или ночью было три градуса всего лишь плюс 3 вы можете представить и как тогда может все расти нормально да никак все это любит тепло так ночью с тыквой понятно должна она как-то вырасти должно как-то это все получится можем посмотрим кабачки кабачки растут нормально потихоньку я говорил три сорта у нас кабачков посажено как они называются честно говоря я уже не помню один сорт желтые кабачки такие но обычные такие желтые другой сорт длинные такие зеленые и обычные света зеленые они еще маленькие я конечно могу вам их показать сейчас я попробую это сделать так ну что смотрите вот вот такие вот зелененькие да потом смотрите вот такие вот будут вот такие и вот там вот растут такие маленькие вот желтенькие тоже плетутся все нормально дай бог будет все хорошо морковь тоже сидит растет потихонечку так это ребята это петрушка эта бабушка посадила какой-то интересный вид вот такой вот петрушкина такая вот красивая но я впервые такую вижу я ее сорвал один листочек посмотрел ребята такая ароматная просто прям трындец какая она ароматная не знаю я не любитель такой дальше здесь свекла вот но свеклы много не сажали в этом году особо ее тоже много никто не ест укроп уже перерастает салат уже тоже начинают перерастать все чеснок уже завязывается вот такие вот штуки тут редька по моему лишь что такое но вот ребята хотел вам показать астры астры просто бомбические они безумно красивые вот смотрите вот такие астры сорт не знаю но это какая-то видимо кустовая вот нежно розовая вот такая есть потом есть вот такая смотрите белая тоже вот нежно-розовая и ярко-ярко-розово она просто ребят очень ярко бархатцы меня расстроили покупал я их в ленте по моему семенами на рассаду мы их не сажали но очень с бархатцами что-то не знаю ребята они не получилось ну это разве цветы смотрите что это такое какие-то переростки есть то обычные то переростки он тут а тоже обычный короче вот они странные какие-то эти не знаю в общем недоволен я страны вот как-то так и он уже отцвели давно лилии мамины уже перерастает их надо убирать отсюда сажать новые вот они здесь лилии пионы уже все черноплодка зреет в общем пошли сейчас посмотрим что что у нас теплицы смородины в этом году очень много и красный и красный черный в общем смородины дофига ребята сладкая в этом году она очень получилось вызрела в общем классно вот такие астры не знаю ребят меня не так нравится раньше всегда астры срывали вставили дома но эти не хочу срезать пусть лучше на даче они цветут сливы пока зелененькие конечно но слив очень-очень-очень-очень много сейчас вам покажу даже вот смотрите он сколько слив винти и вот так вот прямо на всей ветки на всех на всех на всех прям усыпана вся сливами слива у нас очень хорошая слава богу сладкая вот яблок яблок тоже очень много молодец яблоня плодородная но яблоки у нас вот они такие крупные сразу скажу по яблокам яблоня вообще вымахала в этом году еще больше чем было раньше вот смотрите вот такая огромная просто яблоня стала яблоки у нас ребята очень такие не не скажу что сладкие они больше кисло-сладкие по моему же говорил давно удачных влогах но в основном мы их используем для приготовления выпечку вот или сок делаем яблочный а еще мы из этих яблок это вторая яблоня тоже кисло-сладкая а еще мы из яблонь из яблок простите делаем варенье яблочная обалденно вкусная получается это 2 я был яблоня здесь вот у нее уже видите яблоки совсем другие вот такие румяные от солнышка видите какие красивые вот это тоже вот черноплодка там дальше красная смородина крыжовник крыжовника очень много облепиха давай собирай а чё подглядывать смородины много как уже сказал крыжовника тоже много черноплодки тоже видите много здесь опять нужно будет все косить это все опять заросло но был отпуске в отпуске некогда было этим заниматься но очень покосим и вот такое яблочко замечательно растет такое в общем проект про яблоки я вам тоже сказал яблок много облепиху сейчас покажу а вот заодно крыжовник покажу он смотрите все усыпано ягодами это уже вот тут собирают вот в общем очень много и сейчас покажу заодно облепиху надеюсь будет видно аккуратно постараюсь потому что ну ребята прям вообще смотрите и и обалдеть как много и вот так вот на каждой ветке видите вон все усыпано ягодами просто все но собирать как вы знаете и надо аккуратно потому что у нее огромные иголки просто огромный раньше-то облепиха у нас росла где сейчас фекла растет вот мы оттуда выкопали потому что она начала очень сильно разрастаться давать детки и в общем мы оттуда убрали сейчас ее там нету вот там просто обычные грядки сейчас она растет там в конце огорода деток нету сама пышная хорошая и очень много ягод будем собирать тоже обязательно так что еще хочу показать а нет не хочу показать вот здесь сидят наши с вами дыни с арбузами которые мы с вами сажали ребята мне стыдно показывать потому что ну блин ребят климат не тот не тот климат сейчас вот это гну вот так не знаю видно не видно лучше короче все не буду я даже открывать и показывать позориться это ужас все лучше пошлите в теплицу в общем короче арбузы с дыней не вырастут потому что это вообще это такое это такой кошмар у нас неподходящий климат ну попробовали попробовали теперь будем знать что сажать смысла никакого нет просто пустая трата времени так цветы мои желтые вот эти вот здесь которые росли они уже отцвели вот все дело идет к осени ребята это калина это калина ну что пошли сейчас тут на нагнуться немножко пошли помидоры посмотрим так идем к помидорам вишну ребята вишни все тоже уже собрали пока мы были в отпуске вообще всю полностью собрали и уже сварили варенье вишня вкусная ароматная сочная кисло сладенькая такая обалденная темная темная вот здесь не знаю какие-то остатки вот висят у дедушки не знаю ну это чтобы не 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 склевали так все вишня уже полностью собрано поэтому сейчас зайдем в теплицу и посмотрим с вами помидоры что там получилось ну что вот мы уже с вами их теплицы помидоры помидоры ребят помидор очень много вот смотрите сами видите вот 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 и вот так на каждом на каждой этой на каждом ростке помидор нам так скажем вот видите сколько их всякие разные крупные и не крупные всякие всякие разные смотрите потихонечку все зреет все растет набирается сил вкуса сока какой большой тут все сорта у нас сидят в перемешку поэтому ребята вот так и знаю нормальные помидоры нас устраивает может кстати собирали красные вкусные сочные сладкие обалденные это вот то что я саши сажал зимой весной и рассадой вот такие так что пусть растут так сейчас пойдем посмотрим перцы перцами тоже все более-менее удалось это вот наш парничок который мы с вами строили эти вот такой ну вот собственно здесь вот перцы у крапивы растет но это не беда это еще все уберу больше чистенько аккуратненько сейчас вам пока сверху покажу но их уже надо будет ребята подвязывать потому что они уже большие вот давайте покажу аккуратно чтобы плоды не трогать просто покажу какие они здесь еще маленькие небольшие вот видите вот такие здесь тоже небольшие вон тут видите тут уже чуть-чуть побольше тут вот вообще большой смотрите какой он какой красавица сейчас я где-то ребята видел большой прям попробую показать так здесь здесь тоже средненькие видео такие вот такие вот такие вот какой ребят смотрите аромат стоит невероятный а вот большие нашел так это вот еще тоже небольшой такой но пухленький хорошенький тут еще маленькие тут под маленькие вот большой какой смотрите вот перчик пухленький хорошенький тут вот еще маленькие на этом а вот здесь ребята уже крупные такие более-менее не знаю даже как вот так вот развернуть камеру показать вот смотрите видите какие крупные сочные такие хорошие сейчас еще с другой стороны покажу вот ребята смотрите видите он такие обалденные так с перцами все вот перцы я вам показал огурцы мы уже сняли вот ну растут потихоньку правда тепла нет он но есть немного но есть так периодически снимаем салата делаем одну банку с помидорами уже дома закатали вот так что вот так так что вот такие дела перцы растут все растет но больше конечно мне нравится перцы потому что давно перцы не выращивали и они прям ребята вообще супер такие несистые хорошие но конечно еще снимать их рано пусть они еще повисят наберутся питания вкуса надеюсь что они не будут горькими они будут такими как надо но почему-то на картинке они были светлее такие более салатового цвета а у меня они какие-то темно зеленые не знаю почему с чем это связано может сорт какой-то не тот попался может еще что то в общем короче не важно сам факт что растет так плюсы минусы что мне меня радует и что меня не радует меня радуют перцы меня радуют огурцы они есть немного но они есть они очень вкусные понятное дело потому что они свои они с дачи мне еще очень нравится что у нас очень много помидор да они пока зеленые но они зреют потихоньку но зреют ну и так все прекрасно знают что их можно снять и положить в темное место либо в газету завернуть с чесноком чтобы это быстрее было так сказать их созревание да с чесноком просто ну вот обычная чесночина да такая вот крупная просто кладете вместе с помидором в газету заворачиваете и убираете и она начинает очень 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 быстро созревать слышал по моему что можно еще даже с бананом это делать дело делать просто помидоры с бананом вместе кладут не знаю не тестировали мы всегда кладем в коробку и убираем в темное прохладное место и вообще супер просто они зреют хорошо тоже вкусные ароматные получаются что еще цветы мне нравятся астры которые купили клубника прижилась пышная хорошая ну я забыл ее вам показать ну там показать нечего потому что ягод нету пока первый год она у нас сидит очень большой перерыв делали в клубнике очень давно ее не сажали потому что не знаю у нас раньше конец дачи был просто усажен клубникой ее было столько просто ребята корзинами мы ее уносили отсюда варили очень много варенья и все не знаю может быть надоело за ней ухаживать выкопали все убрали и очень много лет потом сажали картошку но по прошествии времени поняли что столько картофеля мы не съедаем тем более мы ее никуда его никуда не продаем поэтому зачем нам столько картошки мы покупаем в последнее время сколько нам нужно сколько мы съедим столько мы купили столько и съели а вот это тоже долбаться с этой картошкой копать окучивать и прочее нет поэтому там вот такие сейчас заросли в конце огорода и в общем ничего там нету ну пусть так ничего страшного но зато посадили сколько три небольших полоски клубники надеюсь что в следующем году ее будет достаточно как то так минусы что мне не нравится мне не нравится то что у меня не выросли дыни с арбузами я расстроен по этому поводу но понимаю то что все таки климат не подходящий ну хотя кукуруза у меня два года назад или год назад выросла не знаю как то так это единственное что меня расстроило что мы зазря потратили там место хотя можно было что то стоящее посадить ну проэкспериментировали ничего страшного значит ждем созревание помидор ждем созревание огурцов ждем созревание перцев все остальное свекла морковь там оно растет само поэтому как то так в общем все ребята пойду я помогать собирать крыжовник сейчас должен еще приехать дедушка прийти точнее потому что я приехал сегодня на шестерке сейчас должен прийти дедушка скажет что делать дальше может быть польем помидоры огурцы и перцы потому что земля там сухая надо немножко полить так так сегодня на даче очень хорошо погода погода прохладная не жарко ночью был сильно хороший дождь в общем все идет своим чередом я думаю я думаю что на сегодня все всем спасибо за внимание и пока пока ну да в общем сейчас собирали крыжовник собрали красную смородину собрали красную смородину и собрали остаток вишни вот потому что ее осталось так килограмм где-то наверное не оставлять же птицам правильно в общем решили собрать собрали ну мы уже из вишни все сварили все что нам нужно было так что это Саша повезет себе домой сосед пришел дай пройти покажу так я вам сейчас покажу как его называется то что мы собрали смотрите вот это крыжовник целая корзина крыжовника ну вот еще огурцы ну небольшие это сорт брали по-моему ручеек он маленький вишни но вишни вот столько вот такая корзиночка где-то с килограмм и красные смородины собрали ну собрали вместе с кистями вот дома потом переберем вот ну так собрали сейчас пойду значит это поливать перцы а ты что будешь делать стоять иди ешь что нибудь пока ладно все теперь точно все сейчас перцы полью и все на этом можно отдыхать теперь точно всем пока и до скорой встречи на набор и и и Продолжение следует...